Мойскими короткими ночами Звони, где же вы теперь, друзья, Днаполчане, боевые спутники мои? А это все мертвые. Один я, в 97-м году. Здравствуйте, Сергей Тихонович Костин. А это Саша. Да. Ну, мы с ней поближе познакомимся. Военный разведчик. 82-я отдельная гвардейская разведрота. Вот, посмотрите. А было мне в то время 14,5 лет. Вот была дарственная письма еще. Это малолетний узник фашистской консулы. Смотрите, ребята, внимательно. А то шпион какой. А, между прочим, я боролся со шпионами. Я служил в органах МВД и МГБ. Это государственная безопасность. Был замначальником отдела. Так что, не хо-хо. До войны занимались военной подготовкой. Мы уже до войны были нацелены на то, чтобы различать по силуэтам немецкие самолеты. Мы понимали угрозу, которую несло фашист, нес фашист для нас. И в нашу обязанность входила доставка повесток в любую погоду. Снег, дождь. Мы обязаны были вручить эти повестки призывающим Красную Армию. Так длилось до 5 октября 41-го года. 5 октября наша деревня была оккупирована немецко-фашистскими захватчиками. 9 февраля 1942-го года Я, перед вами сидящий, был на расстрельной полосе, где меня могли бы расстрелять. А мы с матерью стали спасать людей, которые были бы расстреляны. В то время немецкие колонны уверенно шагали вглубь нашей страны, оставляя за собой кровавый след из сожженных деревень, городов и покалеченных человеческих жизней. Деревня Осиновка, оказавшаяся на их пути, не стала исключением. Кто местный, кто партизан, немцы не разбирались. Малейшее подозрение со стороны нацистов – расстрел. Мать стала, на колени бросилась, а в деревне тогда не носили щелок, босыми ногами в сугроб стала просить, креститься и просить, чтобы он подождал, пока она не вызовет староста. Она говорит, вот, на меня показала, вот мой сын, и меня фашист поставил на расстрельную полосу, в случае чего огонь бы первый по мне открыли. Оставив родного сына в залог, Мария Петровна побежала спасать жизни совершенно чужих ей людей. Хотя можно ли назвать чужими тех, с кем у тебя одна родина? Она вызвала старосту, ну, и нас отпустили, а эти ребята стали целовать нам с матерью в валенке. Вот такие дела, ребята, война. Ой, родная отцовская, что на свете одна, страна преднепровская, смоленская сторона. Здравствуй, слово не выдавить, край в ночи без огня, ты как будто за три девять земель от меня, за высокую кручую, за чужую заставую, за немецкой колючую проволокой ржавую, и поля твои мечены, прытым знаком войны, города покалечены, снесены, сожжены. Призвали в армию, в семнадцать лет я принял присягу, уже стал бойцом Красной Армии. Я в это время, хоть у меня сержантское звание, о, сержантское звание было, я командовал в это время одиннадцатой ротой пехотной. В разведку боем, я с разведчиком. Это бой, самый настоящий бой, и причем самый коварный бой. После короткой перестрелки мы идем в немецкую траншею и захватываем пленного языка и перетаскиваем к себе. Были таких случаев, ну, в каждой разведке боем, она в этом и заключалась. Разгораются волчьи глаза. Сколько мяса людей и коней. Вот одной перестрелки цена. Вот ночной урожай батарей. Люди в тело загнали сперва раскаленные шампала, а потом на березе в петле. Эта слабая жизнь умерла. Люди кровь проливают в боях. Сколько тысяч за сутки умрет. Чуя запах добычи, вблизи рыщет волки всю ночь напролет. Что там волки? Ужасней и злей стаи хищных двуногих зверей. В Западной Украине так у нас группу 12 человек. Всем горло перерезали. А младшего лейтенанта, руководителя группы, прибили к трем деревьям. Распяли, как Иисуса Христа. Я сам видел, что такое бандеровцы. Я видел, старика застрелили, ему уже за 60 было. Ой, дед, какая у тебя хорошая шапка и валенки. Из-за валенок, из-за шапки его застрелили. Вот что такое бандеровцы. Во времена Великой Отечественной войны участники крупных победных операций награждались целыми ротами или даже полками. Но есть такие награды, которые ветераны особенно ценят. Те, которые давались за личное мужество и отвагу в бою. Вот звезда серебряная. За введение разведки боем. Это все. Вот за отвагу тоже разведка боем. Был указ, что ни один человек из прежних бойцов Красной Армии не награждался советскими орденами, а только российскими. А разве мы воевали за усещённую Россию? Мы воевали за Великой Советской Союз, за освобождение народов Европы от фашистского рабства. Штурм Кёнигсберга начался мощной артподготовкой. Затем в полдень под прикрытием огневого вала в наступление пошла пехота, танки и самоходные орудия. 10 апреля были ликвидированы последние очаги сопротивления немцев. На башню Дердонна было водружено Знамя Победы. Штурмом владели, Кёнигсбером услыхали наши радисты. Там имение было, она круглая, как башня, и мы на чердаке спали, на соломе, на чердаке спали. И радисты нам сказали, что война кончилась. Ну, мои, давай, палить изо всех видов. Оружие. Война кончилась, все. Мы радостно такие были. С окончанием войны пришло время долгожданного возвращения мужей, отцов и сыновей домой, их воссоединения с семьей. Мужчины, женщины, старые, молодые. Плакали все. Правда, от счастья. А вот для сержанта Костина семейная жизнь началась уже после войны. Свою будущую жену он встретил вскоре после возвращения с фронта. Жена умерла восьмой год, с которой я прожил 57 лет. Не было детей. Она, дурочка, застудилась. И когда еще мы не женаты были, она говорит, Сережа, я рожать не могу, не смогу. Ну, рассказала мне всю историю. Рассказала всю историю. Ну, я сказал, я говорю, Оленька, не бойся, я тебя не обижу, хоть и обижал я ее. Ну, это как, не очень обижал. В семье всегда так бывает. Ну, прожили мы с ней 57 лет. Так что... У вас остались фронтовые друзья из тех, с кем вы были? Они уже умерли все. Но вы с ними общались после войны? Да. Общался. Вот альбом моей дивизии. Вот Тутина, например, который погиб от этой пули в Бандерновской. С этим встречался. Эти женщины встречался. Вот, недавно похоронили Малышева Ивана Ермолаевича. Недавно всего несколько дней как похоронили. Придет пора, умрет последний, участник прожитой войны. Умрет. И станет тихо-тихо. И разольется тишина над зацветающей гречихой, над голубым простором льна. Умрет. И кто тогда расскажет не книжно, а из устно так, как может рассказать не каждый, а лишь познавший боль атак, о бедах тех, что вы носили, сыны Отечества в бою, на горестных полях России, спасая правоту свою. И кто расскажет про геройство и преданность родной стране. Все было сложно, но и просто на той чудовищной войне. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова